Снегопад стал причиной крупного ДТП в Карагандинской области. На трассе перевернулся рейсовый микроавтобус. В салоне находились 19 пассажиров. Пострадали 3 человека. Непогода сегодня бушует сразу в нескольких регионах. В центре, на севере и даже на юге страны дороги превратились в каток. Для многих водителей это стало серьезным испытанием. И выдержать его смогли не все. Наплыв пациентов сегодня и у травматологов. Погодную сводку по стране собрала Эгерим Бухтаева. В Карагандинской области огромные лужи за ночь покрылись льдом. Но коммунальщикам уже не до них. Они с трудом успевают убирать обильно падающий снег. А еще предстоит устранить последствия урагана. Сильный ветер сносил остановки и крыши. Кровли лишилась одна из городских школ. Повезло, что в то время на улице не было ни детей, ни взрослых. Огромные куски профлиста сейчас разбросаны на заднем дворе. Здание уже обследовали спасатели и строительная компания. Занятия отменять не стали. Сотрудники школы работают таким образом, что постоянно будут проверять, контролировать состояние. Третье в этаже особенно, потому что эта кровля пострадала именно той части. Опять-таки, не всю крышу снесло, только часть ее. И там не так много кабинетов. Конечно же, если вдруг будут протечки в этом месте, естественно, детей там не будут. Занятия там проводиться в той части школы не будут. Испытания не заканчиваются и для жителей Жамбылска области. Накануне в регионе был ураган, а сегодня и заметили на трассах нулевая видимость. До последнего в нацкомпании дороги не закрывали. Но на ночь трассу Тараш-Шимкен все же решили закрыть. Также в Казавтожол уверяют, асфальт постоянно чистят, посыпают песком и солью. Снег убирают и из железнодорожных путей. Местные жители говорят, давно не видели такую белоснежную картину. Не обошла ни погода, и столицу. Порывы ветра в Астане достигали 20 метров в секунду. За два дня в городе произошло свыше 100 ДТП. Полицейские просят водителей быть внимательнее на дорогах. Раньше обычного сегодня вышли на работу коммунальщики Петропавловска. Они тоже пытаются справиться с гололедом и сугробами. У нас коммунхоз работает с пяти утра. Они в первую очередь расчищают тротуары от снега, после чего будут в течение дня подсыпать тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны, пескосоляные смеси. Также используется противогололедный материал «Ледоруб ЭКО». По словам синоптиков, зима решительно вступает в свои права. В страну уже пришел северо-западный антициклон. А это значит, что осадки постепенно прекратятся, но усилятся морозы. На большей части ожидаются осадки. На севере в виде снега, на юге и западе республики в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра 15-23 метров в секунду. Гололед, туман. На севере, востоке и в центре метель. Понижение температуры воздуха ночью. На севере, востоке и в центре. До минус 8-22 градусов мороза. Воззатели и полицейские просят автомобилистов в ближайшие дни по возможности отказаться от дальних поездок. Герем Бухтаева, Инна Лопатка, Николай Колесенченко, КТК.